Не платить за коммуналку это право получат граждане, если их управляющая компания не будет публиковать отчеты о своей деятельности в единой информационной системе. Ввести такое наказание для нерадивых управленцев предлагают депутаты Госдумы. Но пока это только законопроект, а вот положение, обязывающее управляющие компании предоставлять всю финансовую информацию гражданам, в ЖК уже есть. Почему эта схема не работает, разбиралась Леоломахова. Она затапливала. У нас были всякие проблемы с инстилляцией, то есть обращаемся, никакой реакции. Тогда мы причем заявление. Просим вас объяснить, куда уходят наши деньги. Вопрос, где деньги, сегодня волнует чуть ли не каждого собственника квартиры в многоэтажках. Вот только звучит он чаще всего риторически. Граждане выплескивают недовольство на кухнях и лавочках у подъездов. Дальше идти не хотят, слишком хлопотно. Жильцы этого дома – редкий пример активности. Отчаявшись добиться ответа от управляющей компании, они пожаловались в жилой инспекцию. Проигнорировать визит проверяющих, в отличие от обращений граждан, руководство УК не осмелилось. Как выяснила проверка, оснований для претензий масса. Дом в плачевном состоянии, подвал запущен, нет пожарных рукавов, лифт не работает. Две с половиной тысячи субботничек, значит, десять тысяч в этом. Вы нам акты представьте, как положено, как по закону. Акты приемки, акты выполненных работ. Хорошо, приезжайте, посмотрите. А вот ехать куда-то жильцам как раз вовсе и не обязательно. 731-я статья жилищного кодекса предписывает УК все эти данные размещать на специальном сайте. Зайти туда может каждый желающий получить ответ на тот самый сакраментальный вопрос про деньги. В рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности подлежит раскрытию сметы доходов и расходов годовая бухгалтерская отчетность. Информация должна периодически по мере поступления обновляться. Сайт reforma.gkh.ru. Заходим, выбираем указанную управляющую компанию. Есть общая информация по самому дому, текст договора и далее. В разделе финансы из девяти пунктов заполнено четыре. Расходы на управление, задолженность собственников, объем работ по ремонту и объем работ по благоустройству. Только общие цифры, без детализации. Замдиректора жилконторы в курсе. Ежедневного отчета, даже ежемесячного отчета там нет. На сайте размещается информация, за прошлый год информация там имеется. Впрочем, это управляющая компания в числе немногих, которые выложили хоть какую-то информацию. Большинство остальных то ли не знает о сайте, то ли делает твит, что не знает. Руководители управляющих компаний так еще и остались ментально в прошлом. И они не готовы пользоваться информационными технологиями сегодняшнего дня. Вряд ли у них в штатах предусмотрены, кроме сантехников, кроме бухгалтеров и непосредственно руководителей, какие-то единицы, которые могли бы отвечать именно за заполнение вот таких информационных ресурсов. Тем временем, за неисполнение закона предусмотрены административные взыскания от 250 до 300 тысяч рублей для юрлиц и до 50 тысяч для должностных. Следить за исполнением предписаний кодекса жилинспекция, но с одной существенной оговоркой. Для того, чтобы начать проверку, нужно заявление жильцов. Те, в свою очередь, отстаивать права по закону не торопятся. На сегодняшний день за утаивание информации о финансовой деятельности оштрафованы практически все управляющие компании Нальчика. Вот только инициаторами выступили не сами жильцы, а прокуратура. Леева Махова, Алим Нортоков. Вести. Кабардино-Балкария. Продолжение следует...